В общем, пришли в мечеть, которая называется Сулимайне. И с лавки можно посидеть, отдохнуть, кто стал. Очень старая мечеть, можно войти внутрь. Предварительно сняв обувь. Так вот она выглядит. Тут мула наверху сидит, или там вот. Она небольшая такая, но очень старая, здесь такая мощная энергетика. Хорошо тут прохладно. Летом вообще здесь очень даже хорошо от тенечка укрыться. Да и кто читает намаз, можно здесь спокойно прийти в любое время. Всегда она открыта. Ну, как всегда, пока открыта крепость, открыта. И это мечеть, можно зайти и почитать намаз. Это в свободном доступе. Так и должно быть всегда. Сейчас никого нет. Вы замечаете, такие вот тапочки деревянные из дерева. Видимо, вот раньше это была их обувь. Кусок дерева и кусочек кожи. А здесь они, сидя на лавке, мыли, подмывались, в общем, мыли ноги, руки. Тоже, зерат, захоронения небольшие. Так вот, все это выглядит возле мечети Сулеймане. Вот такие улочки приятные. Можно гулять, смотреть. Вот тут я наткнулся на свадьбу турецкую. Видите, как красиво. Давайте целуйтесь. Сулеймане. Фотосессия. В общем, гуляем. О, кстати, эти маленькие лимончики, я опять заметил. Вот нам туда, наверное, на самый верх подняться. Ну, туда. Здесь вот тоже есть, или ходят. Ну, заброшенных мест очень много тоже. Это такие вот, как улочки у них здесь были, получается. Здание. Ну, это, наверное, современное здание. Какая-то часть, может, современная, какая-то часть... Вот классная. Старинная. Вот вид. Туда пробраться, сейчас пройти вот туда, вот, прямо. Как они прошли. Где-то там проходит. Так тихо, спокойно, кстати. Людей не так много. Я даже сказала мало. Я думаю, что, наверное, да, где-то на той стороне люди. А вот проход какой-то. А вот это что такое 17? Что-то это означает. Что-то адрес. Вот отсюда они уже спустились, наверное. Думаешь? Ну, да. Да, да. Тут написано адрес. Кто-то живет, наверное. Пока никого нет. Дача, я-то. Да я. Дача? Так, где она? Вот. Что-то идет, 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 идет. Черепашка. Офигеть, конечно. Какая она большая. Оп, панцирь. Лезет на стену. Здоровенная черепаха. Прямо, наверное, сантиметров 25. Боится. Здесь вот такой вот Валли. Кто? Валли. Почему Валли? Кто же похож на Валли? Робот. Короче, стоит 2 лиры, платите, смотрите, обзор. Ну, здесь елки, здесь особо-то не так все будет прикольно видно. Кстати, там была табличка, что, возможно, здесь могут быть змеи. Но если черепахи есть, то, скорее всего, и змеи тоже могут быть. Надо быть внимательным. Вот же Валли. Аккуратным. Да? Да? Нет их. Стрекозаводка есть. Кошек, как обычно, много, да? Мне кажется, этих змей кошки душат здесь просто. Их очень много. Все возможно. Вот, видишь, дрон нельзя, а в итоге там летали. Ну, там, может быть, у них есть разрешение? Так, вот, что это? Это макушка крепости здесь. Здесь все. Странно, что и кустики нет. Местный кот, да? Маленькие мандаринчики, апельсинчики. Кстати, они, может быть, сладкие, да? Если это мандарины. Ну, они же дикие. Не лазать. Тут заперто. Потому что, наверное, набаливается уже, особо не пройти. Ну, удобно, что здесь крышка тяжелая, да? Да, тут везде, везде деревянные такие полы. Очень удобно. А, вот, как говорили, что вот это вот. Пушечные ядра. Да, и это вот они с тех времен. 13 века они. Это да. Крепость очень старая. 13 века сооружение. Ну, тут все, в общем, спуск вниз уже. Здесь вот все спускаются, поднимаются. Можно. В общем, мы поднялись-то сами, как говорится, древнеисторический путем. У нас был выбор. Мы поднялись налево и направо. Мы сейчас посетили правую сторону крепости. Здесь виды открывались небольшие, где вы черепашку видели, да? И прямо, когда проходите, направо до конца, там будет вниз. То есть, спуститься можно вниз. Но, я так понимаю, там фуникулеры. Да, вот, ориентиры. То есть, как раз направо. И там сейчас поднимаются народы вверх. То есть, они до определенного уровня на фуникулерах поднимаются. И там, как раз, много людей оттуда выходят. Да, и потом уже идут туда пешочком наверх. А нам надо, получается, вот туда дальше идти, да? Вот здесь мы уже были в мечети, если немало. Ну, дальше вот нужно пробраться туда еще посмотреть. Смотровая. Там еще какая-то вот церковь здесь красивая. Мечеть. Церковь, мечеть. Они так и пишут. Церковь, мечеть. Ну, тут не в церкви, тут в мечети больше, да? Ну, да, больше мечети. Но они пишут почему-то церковь тоже вот. Типа, как переводчик, может, для русских церковь, типа. Сейчас в эти стенды стоял, там написано как раз церковь, мечеть. Такие старинные. Ну, вот она, Сулеймана, я как раз. Где, внутри я снимал. Ну, где мы ждали, повернули как раз, да? Да. В эту сторону. А надо вот туда, вон там еще выше она. Крепто. Просто можно гулять, смотреть. Кстати, вот туда можно пройти. Давай, вот, покажи стенд. Вот карта. То есть вот тут. Все, от единицы до 28 все обозначено. Церкви и какие-то гробницы. Как будто бы территория. Пещеры, может быть. Пещеры нету, но есть вот. Подземные кинуть катакомбы. Красная. Красная башня. Здесь же рядом вот тоже. Располагается возле воды какое-то. То есть, такое место интересное. Вообще, тут все написано, надо переводить все на турецком. Вот сюда бы я хотел попасть. Это остров, это вот он отдельно, остров отдельно находится. А территория, вот она, да? Вот здесь мы, получается, вот поднимались, да? Да. Это вот красная башня. Это вот эта сторона. Сторона, где район, как он называется? Мухмутлар, да? А вот эта сторона Клеопатры, получается. Где-то вот здесь. Ну, где-то вот тут вот. И мы вот здесь поднимались на семерке. И вот так прошли. Здесь есть дорога. Вот так можно пройти. А мы прям вот сократили путь. Клеопатры, получается. Клеопатры, так спустимся немного ниже смотрим что там там тупик люди-то умные хоть там и заперта тропу всегда найдут такое вот тут опасное просто местечко можно укатиться и повредиться на вид шикарный так аккуратно аккуратненько вот так вот оба забрались много сюда все для вас дорогие наши как тут ветрено в общем пытались понять что это какая-то ассамблея так и не поняли но суть в том что тут заперто все и здесь уже ничего не осталось вот под стеклом какие-то видимо есть останки ну я так понимаю хотя нет да вот вот видите дверь и вниз лесенка в общем это под землей находится вот теперь я догнал да вот это все здесь находится под землей но там заперто какие-то старые останки особо ничего такого прям нет в общем какое-то древнее здание видимо тут не год ничего что-то не указано особо а мы пойдем дальше кстати стоят гиды такие в кавычках мы сейчас мимо проходили они здесь можно здесь можно говорят что они так ну типа ты пройдешь они потом с тебя могут денег содрать будьте внимательны что это интересно такое какое-то сооружение водонапорной башни наверное тут все заперто так посмотрим что здесь интересно так ну и все какая-то гробница наверное так указатели не видать ну да какая-то гробница тут кто-то закоронен видимо был какие-то ханы может быть вообще сейчас мы пойдем скоро на крепость красную и я слышал такое что здесь они используют какой-то тип строения и смесь да то есть вот из чего все строится они на века говорят сохраняют эти здания вот то что именно раньше было сейчас конечно не знаю на горит такой технологии тоже сейчас применяется такая технология вот посмотрим конечно как все это будет стоять судя по землетрясению конечно было видно что постройки были не очень качественные но хотя утверждает что сейчас такие технологии как были раньше очень крепкий на века то есть даже лучники всякие не могли пробить стены но не знаю так вот там тоже классно нужно дальше выше сейчас еще не сезон и вообще не видел ни одно место где требуется платить деньги заварено вон там уже макушка то есть ни одно место не видел где нужно платить пока может быть где-то там дальше сейчас посмотрим к идем туда чем на март 2023 года вход в крепость стоит 65 лир курс 1 к 4 вон там уже макушка то есть отметить зарядка вот и стены макушка то есть Продолжение следует... 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 Продолжение следует...